Это телерадиоканал Дмитрий Калинин и Сергей Сергеевич Доброе утро, ребятам Куда смотреть? Смотрите? На на вас Можно мне в глаза? На южку лучше смотреть Она красивая Это всем приятно на нее смотреть Хорошо сейчас было? Да-да-да Исправился за предыдущие Прогиб защиты Три часа эфира Ну что ж, ребят Мы очень рады, что вы нашли время И пришли к нам Такая вот банальность в начале от меня Но это не просто я говорю Дело в том, что у вас же в разгаре Ваш осенний тур Мы посмотрели с Кутузовым Там какое-то невероятное количество городов И что самое главное 22 города Что самое главное Сегодня же вы выступаете в столице У вас большой концерт В концертном зале «Мир» Все правильно говорите Все это по порядку обсудим Но давайте начнем с того, что меня волнует Со вчерашнего вечера Итак, группа «Афинаш» Это российский музыкальный коллектив Написан на Википедии Работающий в синтетическом стиле Нуар-шансон Который содержит отсылки К множеству жанров поп и рок музыки Ну вот давайте И вот прям по пунктам Очень много для меня здесь неизвестных Непонятных слов Сейчас я буду, ребят, пытаться спросить Что такое нуар-шансон Синтетический притом Слушайте, а правда, давайте с этого начнем А что такое нуар-шансон? Ну мы начинаем с оригинальных вопросов Необычных Хорошо Нуар – это же темный, да? Что-то рядом Черный шансон А шансон – это песня Черная песня А синтетическая? Ну так как это выдуманный жанр Нами вымышленный Его нет И мы единственные его представители Ага, интересно Жанр когда был выдуман? В 2007-м Вологде, когда вы встретились? Нет, чуть позже Чуть позже, да Когда уже в 2011-м Но у вас же длинная история была Вы же встретились в Вологде Не сработались, потому что были Что-то каждый там Озабочен своими личными проектами Да нет, мы не то, что не сработались Просто, видимо, не время было И Ну мы дружили все время Но Я записывал свой Акустический дебютник Эмма, а ты же родом из Я из Череповца А, из Череповца Да, Сережа из Вологды Я учился просто в Вологде Вот так совпало А ты коренной житель, получается, да? Да, у Вологды Ну Коренной москвич Теперь-то я уже житель Санкт-Петербурга Но Да Вот Вологда Моя малая родина А где вы встретились в Вологде? Ну вот в университете Так У памятника космонавту Беляеву Реально? Да Прям вот назначили друг другу время? Нет К незнакомому мужику позвонили Сказали, давай-ка встретимся Я чувствую, нас ждет великое будущее Говорят, что 11 октября 2019 года Мы с тобой сольник дадим в Москве В концертном зале «Мир» Но это встреча Об этом мы говорили чуть позже Она имела какую-то уже творческую подоплеку? Или это что было вообще? Нет, нас просто познакомил друг Да Ну да, это же маленький город Вологда И кто занимается чем-то интересным Все приходят к памятнику Иначе, как бы, да Те приходят туда Слушайте, ну потом вы поехали в Санкт-Петербург Искали там музыкантов Потом вот про шампань у вас был коллектив С музыкантами долго не получалось Мы все знаем Не, на самом деле мы переехали не то, чтобы играть музыку Мы просто переехали жить в Питер То есть не было никаких там изначально огромных Даже не сговаривая Вот я хотела у Сергея еще спросить Не сговаривая Мы не договаривались То есть второй раз у памятника вы не встречались? Нет Просто Сережа, когда приехал В первый же день мы повстречались с ним И договорились, что вот давай попробуем Дубль два Да, начнем заново То есть еще вещи были не распакованы, да Ну, по сути дела, да А давайте вот эту историю мы будем дальше раскручивать Как-то остановимся на Санкт-Петербурге И прямо сейчас посмотрим клип ваш Давайте Называется песня, кстати говоря Ни за что не скажу тебе прощай Вот мы и не сказали, да Доброе утро, страна Ох, витает у нас сегодня дух Санкт-Петербурга В студии дело в том, что у нас в гостях Петербургский коллектив Афинаш, ДСМ Калинин, Сергей Сергеевич Здравствуйте еще раз Не хватает еще ребят из вашей группы Вот, Сергеевич, ты только что говорил Кто сейчас в Сапсане едет в Москву? Нам не хватает, да Александра Корюковца, баяниста И Саша Ома Это наш мультиинструменталист Гитара, тромбон, второй вокал Саунд-дизайн, ну и так далее Какой-то просто великий человек Так что, а барабаны где? У нас есть, да, драмер Есть Просто про него умолчали, я думаю Как же Подождите Зачем обидели человека сейчас? Сергей Сергеевич, а ты сказал про многослойный Мощный баян? Ну, я чуть короче сказал Чуть короче Я просто вот Опять же, выдержка из Википедии Я прям вот Но от этого он не стал менее многослойным Мне кажется Многослойный Мне нравится Вот описание группы Афинаш По звучанию коллектив считается самым самобытным Самым самобытным И самым аутентичным в России И вот мне нравится это Многослойный мощный баян Витиеватая линия баса Мелодичный тромбон Акустическая гитара Вокал, варьирующийся от нежного полушепота До эммокорного надрыва Сколько новых слов я сегодня узнаю Ребята, все это будет сегодня В концертном зале МИР У вас же там будет сольничек И там же как раз-таки Я так понимаю Многие впервые услышат Песню Нью-Йорк Мы сегодня будем ее премьерить Эксклюзивно В эфире телерадиоканала Страна ФМ Которая новая Да, не новая Как оказалось Да, и они услышат ее не впервые Они, возможно, услышат ее впервые В несколько новой Аранжировке Да Песня, да, песня не новая Это одна из первых вообще песен Она же была когда-то Народным хитом Еще в твои школьные годы Правильно? Ну да Да, ну как бы в школе-то я не играл А в университетские годы, да И сколько лет она ждала своего часа? Много? Ну, своего перерождения Она ждала больше 10 лет Ничего себе Больше, да Больше Давайте вернемся в Санкт-Петербург Потому что вот эта история Как люди вот ходят годами Вокруг да около Музыканты, талантливые Но никак вот Ну, столько времени уходит для того Чтобы что-то единое сделать Она интересна То есть вы в Питере Не разобрав вещи Встретились друг с другом И решили Давай-ка Сергей Сергеевич Сказал им Или Сергей Сергеевич Ему создавать Ну, мы одновременно Просто хором сказали И поняли, что вот это Да Судьба Но, опять же, написано В пресс-релизе Про вас Что вы долго не могли Найти музыкантов Ну, долго нам казалось Что долго, на самом деле Мы были в поисках Где-то в течение Может быть Ну, нескольких Месяцев Ну, там Ага Кастинг Даже не год Кастинг был? Ну, не то, что кастинг Был Там мы, когда начали искать баяниста Я к баянистам в метро подходил, допустим Ты шутишь? Нет, правда Я не шучусь Мы расклеивали объявления Вместе Да ладно Мы, на самом деле, хотели сначала Просто обычный такой рок-состав Но как раз вот с ним не заладилось И как оказалось, к счастью Вот И просто потом как-то Даже шутя между собой Подумали Ну, мы начали играть просто вдвоем Две гитары И стало получаться лучше, чем мы думали И подумали, что неплохо было бы добавить какой-то инструмент Почему бы это не аккордеон был бы или не баян И бросились на поиски музыканта И нашли его там в течение нескольких недель Где? Где он оказался? В метро мы его нашли? Нет, нет, нет На самом деле в метро очень хороших музыкантов много В Москве я в центре часто видел Отказался играть Я думаю, он сейчас локти кусается Да, он сказал Нет, это бесперспективно Сейчас смотрит эфир странный Сидит в метро и плачет Да Он Яна Тирсона играл Да, да, да Я даже помню, как его зовут Роберт? Роберт, да Я тоже помню Роберт! Ты пролетел К сожалению, да В следующий раз На самом деле Все, опять же, было к лучшему Наша вообще знакомая Посоветовала нам Есть у меня, говорит, мальчик Одуванчик такой В Петербурге Это тот, который в Сапсане сейчас Да Но он брутальный Достаточно уже Но в душе мальчик-одуванчик Как вы все рокеры Такие вот Недоступные и неприступные с виду А внутри Нежные Недоступные и неприступные Ребят, давайте сделаем небольшую паузу У нас рекламочки чуть-чуть Которую мы просто обязаны прямо сейчас дать А после этого мы вернемся и продолжим Доброе утро А ну и кто? Можешь ты или могу я? Доброе утро В тот случай, когда ведущие не договорились Доброе утро всем Группа Апинаш сегодня у нас в гостях Ребят, доброе утро вам еще раз Доброе утро Я М. Калинин, Сергей Сергеевич Ребята сегодня будут в прямом эфире Страна ФМ презентовать свою новую Да не новую, ну можно я так буду говорить Песню Нью-Йорк Клип мы будем смотреть Кроме того, у ребят сегодня сольный концерт в Москве И что важно, вы же вот прям вот Вот только-только, можно сказать Стартанули в свой огромный тур Из 22 городов Был Питер, сегодня Москва Дальше твой родной город И там погнали, погнали, погнали То есть вы из поезда фактически Не будете вылезать даже, да Вот до нового года Получается, что так У нас будут перерывы Но во время этих перерывов Мы не будем вылезать из студии Мы уже пишем альбом на следующий год Получается круто Поэтому хочется работать И не останавливаться Нравится в поезде ездить? Почему спрашиваем? Мы сегодня с Кутузовым смеялись Давали рейтинг Оказывается, россияны очень раздражают Храпящие Мы слушали Вы слышали, да Вот прокомментируйте Нужно ли уточнять при покупке билетов Храпит человек или нет И всех в храпящий поезд отправлять? Мы с какого-то момента ездим Все в одном купе Поэтому Родной храп не раздражает Не, надо было проще спрашивать Храпите вы вообще уже или нет? Что храпит? Чисто музыканский вопрос Да мы все помаленьку Подхрапываем Мне кажется, говорят Но мне все время кажется Что это Каждый друг на друга врет Духовики сто процентов Мне кажется, должны храпеть Кстати, нет У нас духовик Да Очень странно Интересно Давайте обсудим Как храпят гитаристы Баянисты И так далее Боюсь, что одинаково Слушайте, скажите, пожалуйста Вы ощущаете себя частью Вот питерской Вот этой всей истории музыкальной? Нет, мы не ощущаем Почему спросил? Потому что Вот мы сейчас послушали песню Которая звучала Мне показалось Что можно даже Вот не говорить Откуда Эта музыка Где она была Мне показалось Что это питерская история Потому что там двор питерский Показан И квартира коммунальная Может быть и так Мне показалось Что и по музыке Это вот абсолютно питерская история Она больше нигде Не могла случиться Кроме как в Санкт-Петербурге Мы себя не Не идентифицируем Ну вот так Как бы С привязкой Так сложилась Или какая-то позиция? Мы просто Русская группа На самом деле Когда мы поехали В первый тур Ну Было просто потрясающе Увидеть Что ты приезжаешь Там в Краснодар А на тебя пришло Там 150 незнакомых людей То есть Когда мы поехали В 16-м году То есть Мне кажется Что хорошие сборы Вне столицы Они как бы И доказывают То что Это не только столичное Это не столичная музыка Есть столичные группы Вот у них музыка Вот прям ассоциируется Да с городом Но они там Где-нибудь в Тюмени Они не собирают Потому что Ну Это не та музыка просто А мы вот собираем Ну а вот кстати По поводу того Столичная и не столичная Публика допустим Она для вас Отличается как-то Ну допустим Краснодар Да как принято говорить Это тепло Это море Да это более как-то Наверное Более эмоциональные люди Которые как-то ярче Реагируют на то Ну вы знаете на самом деле Там Тюмень допустим Ну наверняка Немножечко поспокойнее Как-то должно быть Нет Нет такого На самом деле это не так Вот В Москве у нас Ну это неизменно Очень жаркий прием Прямо всегда И не уступает Ни в коем случае Никаким южным городам Эмоционально да Публика принимает Да и в Краснодаре Мне даже сложно сказать В каких городах Более может быть сдержанно Это совсем может быть В каких-то Маленьких провинциальных городах Где люди Где для людей Приезд какого-то артиста Вообще в принципе Это в диковинку Шок Да люди приходят И они либо там Дают волю эмоциям Там на полную катушку Да Либо они немножко В таком пребывают Сметении И могут достаточно Себя так Камерно Вести Вот А в крупных городах Вроде Тюмени Там просто огонь На самом деле Тюмень один из наших Любимых городов Опять же Может там люди просто Замерзают и ждут Когда уже можно будет Тюмень кстати Крутой город Да? Ни разу не было А мне почему-то кажется Что вот тяжелее всего Наверное Наверное я могу ошибаться Выступать вот вставшим Для вас уже родном В Санкт-Петербурге Потому что там Изысканная очень публика Нет Ты в Питере очень крутая А чего ты смеешься Сергей Сергеевич Вот поясни этот смешок А вот Юля Пояснение будет Как раз сейчас Есть время на раздумье Буквально несколько минут Мы сделаем На пояснение отношений С артистами Не забудь о чем ты спрашивал И мы вернемся к вам Друзья очень скоро Доброе утро Первый И единственный в России Самый яркий Самый музыкальный Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Доброе утро Страна Половина Одиннадцатого Точное московское время И утро пятницы Мы встречаем С коллективом Афинаш Здесь М. Калинин Сергей Сергеевич Очень много важных У нас Крутейших сегодня Поводов Ну как У нас Я как обычно Примазываюсь Во-первых Это концерт Который сегодня Стоится в концептном Зале Мир Во сколько Начало Ну в семь Мы откроем двери Где-то в восемь Прозвучит первый аккорд Начнем А в девять Начнется Ну на самом деле Это такая история Всегда с началом Все же зависит От того Как люди будут заходить Задержки всегда На концертах бывают Это нормально М. Пока еще не поздно Вот обратись сейчас К поклонникам К своей публике И можно же попросить Людей не опаздывать Да, люди не опаздываются Постарайтесь Не опаздывать Сет будет у нас крутейший Об этом свидетельствовали Многочисленные комментарии После петербургского концерта Люди нас очень хвалили За подборку песен Мы всегда Сет-лист стараемся Составить максимально круто Но в этот раз Видимо получилось Прямо Будет такой же Вот плейлист Как и в Питере Сегодня для Москвы Да Да Такой же столичный Может будут какие-то сюрпризы Но мы пока не будем Слушай, а подожди Вот ты сказал Столичный сет-лист То есть я так предполагаю Что допустим В Череповце Или где-то В той же Тюмени Это будет Нет, конечно Другая расстановка треков Или что? Плейлист может меняться А почему это? Это делается принципиально С какой-то позиции? Нет, нет Бывает такое Что мы меняем Треки местами Бывает Что это заменяем В процессе В турне По разным причинам Ну, наверное Чтобы самим было Тоже интереснее Это тоже Это тоже, да Конечно, хочется И самому как-то Чувствовать свежесть А не Ну, не отрабатывать Вот именно Плейлист А если говорить О конкретных песнях Вы всегда их везде Играете одинаково? Или есть какой-то Допуск для полета Творчества Небольшой джаз Допустим? Скажем так С технической точки зрения Мы всегда, конечно Стараемся их исполнять Максимально Приближенно к оригиналу Максимально Круто, жирно Что касается Эмоционального наполнения Ну, вот Здесь бывают Конечно, разные моменты Когда-то удается Вот прямо Словить Эмоциональную волну И погрузиться На сто процентов В композицию А иногда Когда возникают Какие-то технические Затруднения Приходится именно Вывозить Вот чисто На технике Но я вот Например, за себя скажу Что я стараюсь Конечно, эти моменты Контролить внутри Сергей Сергеевич А если не технические Затруднения возникают А вот, например, эмоциональные Такие психоэмоциональные То А надо сжечь Понимаешь? На тебя там тысячи людей пришли То здесь как справляться? Или еще круче будет? Ты как бы Депресснёк, если настиг Затруднения подальше убираешь И забываешь И даешь в руку Про них на какое-то время, да? Потом со сценой выходишь И такой снова Ааа Где моя петербургская депрессия? Слушай, ну ты знаешь ответ на это Примерно как у нас происходит То, что же бывает На самом деле Волнение это же тоже Очень крутой стимулятор И это Преодоление самого себя У нас Композиции достаточно такие Эмоциональные И О ярости О борьбе Внутри себя И это зачастую Только подхлёстывает К тому, чтобы Исполнить это еще Ярче и сильнее Поэтому Волнение Волнение это неплохо Давайте потихонечку Подходить К песне Нью-Йорк Сейчас немного Вот цифра 26 сентября Правильно я все говорю Уже состоялась презентация Нового видео И собственно видео Входит в маленький такой Альбомчик Из двух песен Это Нью-Йорк Москва Нью-Йорк уже записано Готово Сделано А что с Москвой? Точно так же записано Готово В Москве Так мне везет Обычно Слушайте Но всегда спрашивают Артиста Когда Нью-Йорк Москва Что связано Почему Москва Нью-Йорк И тут мы вдруг Выяснили Что вы в Нью-Йорке Собственно не были Не были Это просто Но это же не путевые заметки Да Это концептуальный ход Нью-Йорк Одна из первых песен Написанных мной Так более-менее осознанно Очень давно Еще в университетские годы Посвящена Великому Мегаполису В котором Ну собственно Там и поется В песне о том Что герой-то не был В Нью-Йорке Вот И здесь нет Никакого лукавства Ну ни в каком месте То есть нигде Я не солгал Так и не был до сих пор А Москва Это собственно Город В котором мы бываем часто Который очень любим И песня Одна из самых свежих Была написана В туре В ходе тура Вот Последнего Который мы ездили И Нам показалось Очень интересным Объединить Эти две композиции В одну такую Мини-пластинку Потому что Это во-первых Такая Ретроспектива Творческого пути От самых истоков До наших Сегодняшних дней К тому К чему пришли Да И плюс Это еще и Тема Двух великих городов Как бы По разные стороны Земного шара Находящиеся То есть такая Ретроспективная И пишечка Получилась Да Еще Это наши Первые Наверное Можно сказать Две баллады И причем Они абсолютно разные Москва Такая величественная Мощная Пафосная А Нью-Йорк Более камерный Нежный У меня Он вообще Вызывает Ассоциации С американскими Вот этими Крунерами Типа там Сенаторы Ну и Нью-Йорк У нас записан Еще в двух Вариантах То есть Это Вот вариант Бэндовый Вот тот О котором Сережа сказал И Композиция Которая Прозвучит Сегодня у вас Это Клиповый вариант Он такой Еще более Камерный Еще более Интимный Если честно Мы столько Об этом говорим Что ужасно Хочется послушать Ну да Мы в таких случаях Обычно Ничто не скажет О музыке Лучше чем она сама Это точно Объявляйте сами Красиво Славят песню Нью-Йорк Видеоверсия Слушаем Группа Афинаши На телерадиоканале Страна ФМ Давайте смотрите Слушать Поехали 10.40 в Москве Сейчас мы требуем Бурные аплодисменты Потому что Только что В прямом эфире Телерадиоканалу Страна ФМ Состоялась Премьера Клип на песню Нью-Йорк Очень важная Для ребят Из группы Афинаш История Потому что С этого Можно сказать Все и началось Сегодня В концерте В мире На каком месте Будет стоять Нью-Йорк Начнете Нью-Йорком Закончите Это почетное место Это ближе к финалу Туда уже Естественно Наверное Да Либо на вот Когда вот это все На самом деле Вы очень аскетичны Я хочу сказать Вот только что Пока мы наслаждались Песней Нью-Йорк Я не могла не спросить Про наш райдер Да Потому что Вот да Ну это правда Такие Такие Действительно аскетичные Еще раз скажу Помоги мне Влад Ребята Ребята сказали Что необходимо В райдер внести Они говорят Вода и свежий воздух И свежий воздух Все А колбаска Еще возможность Поотжиматься Сделать планочку А еще тренажерный зал То есть вы зожники Еще близко всему Да конечно Вы хотите сказать Что и огненной водицы Вы не употребляете В современной России Это новый тренд Быть на зоже Вот здесь да Это тенденция Такая очень плотная Вот Сергей Сергеевич Ты вот улыбаешься Вот так вот хитро Как-то задумчиво Скажи Как проходит День настоящего Питерского рокера Вот прям по пунктам Подъем Я не знаю Как проходит День Погоди Погоди Эм Погоди Сергей Сергеевич Да Я предполагаю Что настоящий Питерский рокер Встает Надевает Вот эти сразу Ботинки Нью-рок До колена Все в заклепках Черный плащ Замазывается Да И идет Наверное Не моется На кладбище В общем Ворон пугать Но это я предполагаю Только Я тоже так предполагаю А у Сергея Сергеевича Как день проходит Иначе Иначе Ну ты подожди Что ты покрываешь Все это мраком Люди Люди Сейчас такого Напридумывают На самом деле Я могу За Сергея Сергеевича Рассказать Мы это уже поняли Кто у вас за пиар Отвечает Вообще За пиар Сергей Сергеевич Сергей Сергеевич Отвечает даже За все Что я говорю Просто Ну у нас Предварительно Он просто этого не показывает Он отвечает Но не показывает Сколько ты учил Свои слова Для страны ФМ Ну мы вот Пока я ждал Пока Сережа Приедет Он мне Зубрил Да он мне Присылал текст Я готовился Ну как нужно Ответить на этот вопрос Правильно Ну Сергей Занимается Бизнесом А бабки Там Туда Задерживает зарплату Сейчас да Кстати Ну дай бог Сегодня После концерта Все случится Я думаю кстати Нет Будет задержка Снова То есть и здесь Нет То что ты будешь Слушайте ребят Давайте от денег Творчества Я хочу спросить Вот о чем Вы сказали Что Ты мне же сказал По-моему Что песня Была написана В туре Да Вот я хочу Мне всегда Это было непонятно Как пишутся песни В туре Потому что Ну это же обычная история Человек должен уединиться Сесть где-то в студии Где никого нет Или есть люди Которые помогают Это делать Ну тур Это огромное количество У людей В том числе и незнакомых Непонятных И зачастую левых Каких-то людей Которые могут помешать А не помочь Да я понимаю Я в туре много пишу Это поезда Самолеты Это выступление Ну это не та обстановка Где ты расположен К тому Чтобы что-то написать Мне так кажется Где ты много пишешь В туре Нижний или верхний Я всегда на верхний На нижний Господи Что я вру Ты на верхний Подожди Стоп 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 Я случайно Свой текст Не я на нижний Сергей Сергеевич Да там по верхам Я на верхний Ага Так И лежишь ты на этой Нижней полочке Стук колес Необъятная наша Там проносится Очень круто Кстати говоря Я в заметке Не механик Вот написание песни Ты с инструментом Там с гитарой Или ты с ноутом У тебя секвенсор Или что Как все это происходит У меня просто была Какая-то мелодическая Зарисовка Придумался текст И забавная история Была с песней Москва в туре Кстати говоря У меня был написан Только один куплет И мелодия И на саундчеках На отстройке звука Я ее играл И у нас звукорежиссер Так привык Что он потом Меня сам просил Ее исполнять На каждом саундчеке И постепенно Я ее просто дописал И мы ее сделали Вместе Аранжировали То есть звукорежиссеру Нужен какой-то кусок Который он знает Как звучит Чтобы слушать зал И он уже выучил Да он выучил этот трек И просил Вот давай вот эту Я мог бы все А не бывают тебе истории Когда ты придумал Какую-то гениальную Ну или просто хорошую идею Не записал Думая Ну это я никогда не забуду Просыпаешься утром И думаешь Блин Ну почему Я стараюсь избегать этого Если что-то Появилось такое Как ты сказал Гениальное На мой взгляд Я сразу Прямо закон Надо всегда записывать Потому что в любом случае Ты это не вспомнишь Я сразу это фиксирую На диктофон Либо куда-то Слушайте У нас буквально 40 секунд Остается Давайте мы напомним Что у группы Афинаш Сегодня большой концерт Концертном Зале Мир Начнется он В 7 часов вечера Ну в 7 уже двери будут открыты Можно будет прибыть Как-то Заходить и располагаться В 8 Лучше не опаздывать Чтоб не пропустить Самое важное Самое важное Да И впереди у ребят Еще куча концертов Просто по всей стране Оренбург Уфа Жевск Пермь Киров Краснодар Волгоград Саратов Самара Пенза Рязань И так далее Спасибо вам большое Ребят Спасибо вам Группа Афинаш Сегодня была вместе с нами Сергей Сергеевич М. Калинин Отличного вам концерта Спасибо Спасибо ребят Пока приходите Счастливо